Арсен Борисович, скажите, пожалуйста, очень личный вопрос, требующий откровенного ответа. Вы знаете, я начну с себя. Когда, ну, шутилось. Личный вопрос на 2 миллиона аудитории, или сколько вас там смотрит? Не надо. Не надо уменьшать, да. Арсен Борисович, я очень верил всегда Владимиру Зеленскому. Когда он обманул всех раз, что-то пошатнулось. Когда он обманул два, стало не очень хорошо. Потом три, четыре, пять. Он все время врет. Просто врет. И сейчас врет опять. Полгода прошло, и вдруг украинская правда Сергея Мусаева это все показывает. И мы понимаем, что он врет в который раз. У меня к нему больше веры нет. У вас чисто человеческая вера к президенту Зеленскому осталась? Знаете, у меня есть один товарищ, на букву «Б», даже так скажу. Это различный вопрос. Вторая «А». Он мне когда-то сказал. Он мне когда-то сказал. Ты знаешь, говорит, у него закончится рейтинг, ему перестанут верить, когда он первый раз соврет. И примерно вот год назад он ко мне приходит и говорит, смотри, он уже соврал, я ему уже не верю. Он начнет врать дальше, это заметят все. Ему конец, как политику. Это он так сказал тогда. То есть вы считаете, что Зеленскому как политику конец? Нет, у меня закончилась вера в его принципы, в его работу тогда, когда я понял, что я не могу с ним работать, мы не совпадаем в некоторых вещах. И в этот момент я ушел в отставку, а он остался работать, потому что за него голосовал украинский народ, не за меня. И он должен нести эту ответственность сейчас. И мне очень жаль, что вместо того, чтобы заниматься серьезной работой, которой он сейчас вынужден заниматься, вот этими международными встречами, этим кризисом, его сейчас поглощает ответственность за эти ошибки, которые он допустил и допускает. Они принципиальны. И это, к сожалению великому для него, это гораздо больше будет бить по нему, чем что-либо. Я вообще считаю, что этот скандал очень понятный для людей. Его так очень понятно изложили журналисты из «Украинской правды». Он по последствиям будет для него сопоставим с Вагнаргейтом, а может даже и больше. Ой, я вам задам. Еще один момент хотел сказать. Знаете, я еще одну вещь хотел сказать. Я вот читаю тоже комментариев огромное количество. Бешусь, потому что это все равно часть моей жизни. А-а-а, что это полицейские только сейчас отдали журналистам, значит, это видео, там, как это, почему сразу не отдали и так дальше. Вы знаете, как это работает? Они отдали видео. Все все знают. И в полиции все знали с первого до последнего дня. И о том, что видео эти существуют, все знали. И о том, что это Трухин был, все знали. И что он выпивший был, все знали. Ну, говорили, идет расследование, идет расследование, идет расследование. Потом полицейские увидели, пропускается срок, видео затирается. Видео скопировали. Прошло еще время, давая возможность следствию что-то принять. А потом, когда все увидели, что дело уже рассыпалось, и что, по сути, это хамство высшей меры, которое умножает на ноль всю работу нашей новой патрульной полиции, люди решились на обнародование. Я считаю, что это очень правильно. Если бы это видео попало ко мне, я бы точно так же поступил. Я бы немедленно отдал журналистам, или от народу обучениям. Арсен Борисович, последний вопрос, самый сложный. Зеленский уйдет в отставку? Нет, не уйдет. Хорошо. И нам не нужно сейчас, чтобы он был в отставке. Нам нужно, чтобы в этой сложной ситуации он проявил самые лучшие свои качества и выстоял в этой тяжелой, вот в этот момент. А потом нашел в себе мужество распустить парламент, провести новые досрочные выборы парламентские, а потом уже решать свою судьбу. Продолжение следует...